Приветствую вас и данное выражение является суть аллегории, которая направлена на передачу смысла того, что ребенок от своего рождения и до 4 лет проходит важнейшую стадию развития своей жизни, то есть формируется как личность, формируется как индивид, формирует свои, конечно, два святки только, конечно, самые основные аспекты своей личности, и до 6 лет происходит, по сути, дело его становления и формирования как индивидуального человека. Оформляются и появляются свои желания, намечаются как основные черты характера, уже угадывается некоторый темперамент, можно про ребенка сказать, ну и так далее. То есть фактически происходит, это самая вечность, то есть вечность здесь, это временной период, в который укладывается большое количество изменений. То есть вот, вот, знаете, кажется, прошла целая вечность, вот, некоторые люди употребляют такую фразу, кажется, прошла целая вечность. Так вот, это говорят так, когда за время, вот, которое прошло, было очень много всего. Потому что, если за время ничего не происходит, то кажется, что это как будто было бы вчера. И, конечно, можно говорить о том, что каждый человек по-своему воспринимает время, и что восприятие времени у каждого свое, и что это, безусловно, все понятно. Но, тем не менее, тем не менее, изменения позволяют человеку события, как бы, если быть до конца точным, что окончание события и начало нового события. Вот, количество новых событий, появление новых событий и их окончание, это и определяет то, что человек потом говорит, что прошло много времени. Так вот, от растения ребенка до 4 лет проходит колоссальное количество новых событий. Насколько я знаю, дети могут в это время научиться ходить, говорить, выразить свои эмоции, свои желания и так далее, и так далее. Это действительно церковная вечность. А потом, ребенок, по сути, ничем не отличается с человеком. Да, какие-то изменения происходят, но по своей значимости, по своей важности, по степени своей важности, эти события, которые происходят потом, они существенно уступают тем, что были раньше. И поэтому, в любом ребенке до 5-6 лет, легко можно узнать уже взрослого человека. Вот, именно это подразумевал Лев Николаевич Толстой, когда употреблял эту трафу. То есть, здесь имеется в виду, вот в широком смысле слова, мне кажется, что здесь идет речь о времени. Я, конечно, думаю, что здесь идет соотношение времени. По сути, раскрытие сути времени, раскрытие его сущности, как определить, что прошло много времени, именно по внутреннему восприятию человека, не по количеству минут, часов, лет и так далее, а именно по внутреннему восприятию человека. Вот именно по количеству событий, которые произошло в его жизни. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok